Контроль над властными структурами в нашей области в скором станет тотальным. В Ивановском регионе начнет работать открытое правительство. Это не организация и не структура, как объясняют чиновники. Это больше похоже на набор принципов, по которым органы исполнительной власти будут взаимодействовать с гражданами. Наш регион стал экспериментальной площадкой по запуску механизмов открытого правительства. Любой человек может высказать свое мнение по общественно важным вопросам. Открытое правительство для граждан. Для чего? Для того, чтобы механизмы обратной связи были эффективными, чтобы граждане реально могли участвовать в принятии государственных управленческих решений, чтобы исполнительная власть в своих решениях максимально учитывала заключение экспертов в позицию гражданского общества и граждан. Каким образом можно участвовать в открытом правительстве? Вариантов несколько. Можно, например, стать экспертом и принимать участие во всевозможных круглых столах. Еще один вариант – стать членом общественных советов при исполнительных органах власти. Такие структуры должны появиться везде. И самый простой способ – это возможность принять участие в обсуждении законопроектов на сайте открытого правительства. Такая инициатива, она не должна быть краткосрочной. Хотя, к сожалению, существует масса примеров, когда верховная власть выдвигает один тезис, он гуляет какое-то количество месяцев или, не дай бог, лет, а потом идет забытие и появляется новая идея. Но если так будет постоянно, то, я думаю, просто от авторитета власть не добавит. Должно быть так, что какой-то взятый проект, он должен максимально расширяться, максимально реализовываться, самое главное – давать какой-то эффект. Во время круглого стола состоялось обсуждение дорожной карты. Этот документ представляет собой план первоочередных мероприятий по внедрению механизмов открытого правительства. Чтобы обеспечить свободный диалог, от властных структур предстоится добиться открытости. А она многим совсем неудобна. Прежде всего, по мнению экспертов открытого правительства, прозрачной должна стать деятельность государственных и муниципальных учреждений.